На все обращения по безнадзорным и агрессивным животным на Камчатке дадут обратную связь. Об этом заявили в краевом правительстве. Каждый заявитель, подавший жалобу по номеру 112, получит отчёт о проделанной работе. Мы сталкиваемся с той проблемой, что люди не всегда могут получить отклик на их заявление и разобраться с теми животными. Некоторых животных, может быть, забрать и определить, если они агрессивные животные, в приют. Некоторых, может быть, просто подвергнут процедуре стерилизации выпуска в естественную среду обитания. Мы начали изучать этот вопрос и понимаем, что есть проблема в том, что когда человек обращается иногда в какую-то службу, не всегда люди находят помощь. Иногда люди обращают, что та же собака на том же месте находится и после обращения, после второго обращения, третьего и так далее. Для того, чтобы сегодня минимизировать эту проблему, для того, чтобы решить эту проблему, мы приняли решение. Роман Василевский добавил, что на номер 112 можно позвонить из любой точки края. Трубку поднимут, отреагируют на ваш звонок, заведут специальную электронную карточку, эту карточку передают в муниципальное образование. Дальше будут отслеживать судьбу этого вопроса и понимать, решён вопрос, либо не решён. Более того, мы сегодня договорились о том, что служба 112 будет отслеживать не только, решён ли вопрос, либо не решён, но и будет налаживать обратную связь с заявителем. Центр обработки вызовов системы 112 начал работу с сообщениями о безнадзорных животных в тестовом режиме с начала 2022 года. За семь месяцев операторы уже приняли 151 сообщение. Обращения приходят из трёх самых крупных муниципальных образований края – Петропавловска, Елизова и Вилючинска. Оператор службы 112 принимает заявку. Далее она маршрутизируется в ЕДДС того муниципалитета, из которого поступило обращение. Потом животные отлавливают, стерилизуют и помещают в приют. После этого с заявителем связываются и рассказывают о результатах выполненной работы. Добавим, номер 112 в России предназначен для использования в экстренных ситуациях и для получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрезвычайных ситуаций.